Разговор по чесноку на радио UFM Добрый вечер Вопрос, такой, можно сказать, легкий для начала нашей беседы Что для вас такое инновации? Давайте начнем с вас Вопрос, конечно, звучит, что он легкий Но на самом деле определение инновации до сих пор нет Таким образом, законного, так сказать, общепринятого Инновации понимают по-разному Можно, в принципе, мы рассчитываем как? Инновация – это нововведение, которое все-таки уже внедрено в промышленность И где-то используется Вот тогда это инновация А так это новшество, которое еще, ну, так скажем, новшество, которое применяется По мне, это инновация Поэтому задачи инженерного института мы так и ставим То, что те исследования, которые проводит университет в целом Нам надо постараться довести до такой стадии Чтобы можно было уже применять Вот поэтому, скажем, задачи инженерного института на основании этого строится Ну, по мне, так Хотя, это опять-таки, я говорю, общепринятого определения Кстати, нет, это, поэтому вопрос, это не легкий, а наоборот, очень сложный Для вас? Ну, здесь, наверное, перекликаться будет ответ Потому что, на самом деле, главное, чтобы Это элемент модернизации, изменения, там, производственного процесса Либо какого-то любого другого процесса Которого, в конечном счете, влечет за собой улучшение, повышение динамики Улучшение характеристик То есть, то действие, которое, в конечном счете, дает прирост Производительности, качества, ну, или количества продукции Действительно, инновация такое, ну, громкое, мощное слово И, как вы уже сказали, оно, можно сказать, тесно связано с инженерией Вот с вашим направлением, можно так вот выразиться, да? Ну, конечно, дело в том, что, я же говорю, надо довести до уже реального применения Скажем, фундаментальные исследования провели, прикладные даже исследования можно провести А теперь же надо довести, чтобы использовали это Скажем, ну, тоже, например, даже эти плазменные телевизоры, которые есть Мы сейчас ими пользуемся Они в корпусе в каком-то, значит, есть возможность управлять пульта Но исследования по жидким кристаллам, по самим плазменным ячейкам и так далее Велись уже, скажем, ну, десятки лет тому назад 20-30 лет назад уже были эти исследования А пока дошло, вот, смотрите, столько времени проходит А сейчас, к сожалению, так долго ждать нельзя Приходится все, ну, вы сами даже видите Все ускоряется, скажем, мы видели, когда были обычные телевизоры Смотрели через кинескоп, теперь уже такие То есть это само управление дистанционное Тоже сейчас мы знаем, да, мы же теперь уже, как в фильмах, можем нажать им на экран, управлять То есть это вот все, как говорится, вот и есть Получается, если ты не знаешь, как вообще действуют жидкие кристаллы там или плазму там, да То не сможешь довести до того, чтобы это было внедрено Ну, таких примеров очень много Просто раньше медленнее все это было Вот изобретение первого же видеомагнитофона Это тоже было сделано выпускником нашего университета Внедрено, конечно, за границей, но все равно Опять-таки, а теперь какие видеомагнитофоны, да Любой компьютер, флешку поставил, все это видишь, и это очень быстро идет Вот эта часть, конечно, и почему ее, наверное, называют не новшеством и так далее, а инновацией Потому что еще надо добавить скорость к процессу внедрения нового Вот поэтому, ну, по мне, я говорю же, вот поэтому понятие инновации очень сложное А вообще вот в инженерном институте как с этим обстоят дела? Ну, а куда деваться? Дело в том, что мы стараемся не отставать от времени Вот недавно прочитал название семинара, который, или конференция, которую банк проводит Там написано, типа, опережая время, изменяя расстояние и так далее То есть, конечно, звучит громко, и опередить время нельзя, время идет Оно всегда, да, допустим, и пространство тоже существует, так сказать, временно-пространственное понятие есть Но теперь все уплотняется, сжимается, мы это сами видим Поэтому нам приходится все как можно быстрее это делать И вот в этом плане получается еще следующая составляющая есть Почему мы энергоэффективностью тоже занимаемся Можно много что сделать, если затратить много энергии, да А теперь надо, так как энергии на все не хватает, ну, сами понимаете, вот человек все же не успеет Значит, он должен более эффективно работать Соответственно, нужно придумать такие аппараты, такие технологии, которые будут энергоэффективны Поэтому, ну, эта задача все понимают, и есть даже так прям директивно Спускают на университет необходимость, допустим, сбережения того же электричества и так далее Вот я так думаю, поэтому у нас и был создан центр Я так думаю, что Искандер по этой части больше расскажет Ну, вот и хотелось бы узнать, в чем смысл этого центра Ну, в действительности, с недавних пор стало уделяться много внимания Именно вопросом повышения энергоэффективности Здесь стоит отметить, что два понятия, которые тесно связаны, неразрывно Но, тем не менее, означают совершенно разные вещи То есть это энергосбережение и энергоэффективность И важно сформировать правильное понимание, как в академической среде, так и в обществе О том, что эта задача, она стоит перед каждым, стоит везде И даже несмотря на то, что, казалось бы, у нас в нашем регионе, слава богу, благодаря руководству Нет проблем с энергоснабжением, энергообеспечением Но, тем не менее, мы должны относиться к этому очень серьезно Потому что каждый дополнительный, не целевым образом израсходный киловатт электрической энергии Литр воды, кубометр газа Он в ряде случаев является невозобновляемым источником энергии Невозобновляемым ресурсом А в другом контексте мог послужить на благо для решения каких-то задач Поэтому, когда вы только что очень интересно спросили про инновации И вопрос энергоэффективности как раз и отражает это А что можно сделать, используя предыдущий опыт, используя знания В какой области найти новые решения, позволяющие более рационально, более эффективно Расходовать не только энергоносители, но и природные ресурсы, но и материалы Как-то постараться вторично использовать те ресурсы, которые у нас сегодняшние есть Для того, чтобы максимально много, максимально качественно оставить для следующих поколений Вот, просуммируя все эти задачи, Министерство образования и науки Приняло решение создать сеть информационно-образовательных центров На базе ведущих вузов Российской Федерации, федеральных университетов И в соответствии с этой программой, приказом ректора в Казанском университете И был открыт комплексный центр обучения в сфере энергоэффективности Спектр задач достаточно широк Это и от просветительских мероприятий, дополнительной образовательной программы Научно-исследовательской деятельности и методическое обеспечение мероприятий То есть, если сейчас формат позволяет, мы, конечно, мог бы более подробно рассказать по каждому из них То есть, в частности, по образовательным программам Не так давно, в мае месяце этого года Совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации Мы провели седьмой форум Миноборнауки Посвященный вопросам энергоэффективности именно образовательных учреждений Как справедливый Альф Акович сейчас сказал, что инженерный институт и вообще образовательная среда Это те организации, те инструменты государственные, которые формируют будущее Формируют будущих специалистов в разных областях Вне зависимости от того, будь то это медицина, робототехника, аддитивные технологии Так или иначе, каждый специалист на своем месте в процессе своей хозяйственной деятельности Будет потреблять в том числе энергетические ресурсы И в зависимости от того, насколько он сумеет поставить для себя приоритет рационального Именно ключевое слово, не минимизировать свои потери А рационально использовать каждую единицу энергии И будет зависеть от того, сколько мы оставим будущим поколениям Насколько конкурентоспособной будет наша продукция Потому что не секрет, что литры, киловатты, все хорошо Но в сегодняшнем мире многое мерится экономическими мерками, рублями Поэтому в зависимости от того, насколько оптимально, эффективно будет построено производство Во многом и будет определять его конкурентоспособность на рынке Вот здесь я просто хотел добавить То, что мы говорим, это не новое То есть это же понятно Например, сейчас на днях, и даже сейчас еще идет Заканчивается международный форум по энергоизмированию эффективности Который проводит республика Значит На веку Я в этом плане Сейчас это в голову пришло Открытие выставки было в 8 часов утра Руслан Анатольевич пришел и открыл выставку То есть это показать того, что в 8 утра уже мы начинаем работать Потому что надо использовать эффективно весь промежуток времени Он умудрился за это время встретиться и с руководителями белорусской делегации Там было с Калининградской области Потом провести заседание правительства То есть вот именно энергоэффективность как раз в этом и есть То есть правильное применение энергии и усумление энергоэффективности Приводит к повышению производительства труда Всего этого Поэтому понятие энергоэффективности мы видим шире В этом может быть и инновационность В этом выражена Республика, конечно, опять-таки, надо сказать Именно благодаря этому, наверное, является энергоэффективной Мы видим те достижения, которые идут, Республика добивается Это, конечно, именно благодаря вот этим всем вещам Именно эффективности Не то, что минимизировать, иначе можно до нуля А главное, эффективно использовать И желательно как можно больше, как можно больше продукции производить Так что, по-моему, как раз и вот задача инженерного института В этом участвовать Именно делать те технические решения Которые будут именно энергоэффективны Вот отсюда, скажем, вот то, что Искандар говорил Чисто по энергосбережению Это идет И дальше вот мы уже развиваем Как было отмечено и робототехнику И аддитивные технологии Конечно, можно и шире пойти Потому что инженерный институт еще имеет направление Связанное с биомедицинской инженерией Так как фундаментальная медицина и биология Одно из основных направлений в университете Ну, ясное дело, что нефть и нефтехимия Это, опять-таки, тоже та же самая энергетика То есть, поэтому мы в ней тоже работаем Конечно, вот такая широта и универсальность инженерии Вызывает иногда некоторые, ну, недопонимания Чем все-таки должны заниматься инженеры Скажем так, инженеры В нашем университете Потому что у нас есть КАИ Есть КХТИ Точнее, скажем так, правильное название Казанский национальный исследовательский Технический университет имени Туполева Казанский национальный исследовательский Технологический университет Это вот химический То есть, все они есть Они тоже занимаются этим То есть они, опять-таки, на самом деле и энергоэффективностью занимаются, и внедрением инноваций тоже занимаются. В чем заключается вот наша специфика, это тоже очень сложный вопрос. Именно мы, как говорится, все-таки работаем над, наверное, такое определение дать, что фундаментальная основа инженерных наук. У нас в этом есть большое преимущество, потому что фундаментальные исследования в университете велись всегда. И, соответственно, зная эти фундаментальные исследования, мы через, значит, в инженерных, доводя это до того даже, чтобы передать, можем передать и КАИ, и КАХТЫ, чтобы они уже дальше довели до промышленности, или именно подготовить специалисты, которые будут эксплуатировать эти достижения. То есть вот это составляющая именно инженерного института и как раз формирует всю, ну, скажем, особенность его. И поэтому, если начать об этом говорить, то, конечно, это очень, на мой взгляд, очень бесконечная большая тема. Можно не уложиться и можно, скажем, без подготовки, особенно когда идет, ну, скажем, прямой эфир, просто чисто разговор такой, можно некоторые моменты упустить. Поэтому я бы хотел, чтобы даже в дальнейшем вы сделали целую программу. А сейчас больше остановиться вот на той области, которая, ну, сейчас у всех на слуху. Мы сегодня были, значит, у министра образования и науки Республики Татарстан с предложениями по внедрению робототехники для школ. А мы здесь, у себя в университете, занимаемся уже более высшими вещами. То есть мы уже делаем роботы, например, не только те, которые есть, работают, скажем, с копирующим экзоскелетом, да, а которые самостоятельно могут определять, принимать решения. Многие передачи, вы знаете, даже о том, что, допустим, высшая школа ИТИС пытается им дать, даже придать эмоции. То есть все эти моменты нужны. Но мы смотрим на робота не столько с точки зрения программирования, а с точки зрения его изготовления и создания полностью. То есть программное изучение без этого никуда, конечно. Но ведь еще у робота, допустим, если он андроидный робот, должны быть руки, ноги. Он должен, как говорится, для меня, ну, скажем, как пример, допустим, он может встать, выйти из этой студии, пойти, сесть в автомобиль, доехать до определенного места, допустим, разобрать завал, за этим завалом найти человека, который под ним, значит, посадить его в машину, отвезти в больницу и даже оказать медицинские услуги, особенно предварительные, например. То есть вот эти вещи, они однозначно есть. И все это, конечно, имеет и двойное значение. То есть, допустим, то, что есть, ну, чисто МЧС, техногенные катастрофы, есть и, скажем, никуда не денешься, вот мы видим и конфликты вооруженные. То есть везде, опять-таки, все, чтобы облегчить, вот идет робототехника. И мы в этом плане, как раз, скажем, ведем достаточно большую работу. Есть у нас и компаньоны, это андроидная робототехника, с ними мы работаем. Плюс, значит, есть, допустим, Казанский электротехнический завод, который разрабатывает роботизированный медицинский инструмент. А вот создание самого медицинского инструмента и его применение именно для тех же медицинских и хирургических операций, вот, допустим, это уже как наша сверхзадача. То есть мы разрабатываем, допустим, самого робота, который может иметь, ну, допустим, если андроидная, может две руки иметь, может иметь четыре руки, как, допустим, робот-да-винчи, который применяется уже в западной хирургии. То есть он должен манипулировать одновременно, эти руки должны работать еще одновременно, то есть определенная связь между ними должна быть. Соответственно, к этим рукам представляется свой определенный роботизированный инструмент. То есть он отличается, возможности же у робота больше, скажем, чем, допустим, мы, скажем, своими пяти пальцами будем там делать инструмент. Раньше инструмент такой для хирурга, он совершенно другой, а здесь уже возможности у инструмента будут выше. Соответственно, надо разработать сам инструмент. Это задача. При разработке инструмента применяются те же программы, те же совершенные станки, которые роботизированные. Опять-таки, применение роботизированных станков позволяет создать, как говорится, роботизированный медицинский инструмент, создать самого робота, и, соответственно, этот инструмент с роботом вместе, чтобы делала операции. А это же требует опять новых технологий проведения операции. Это же будет отличаться от того, как человек делает. Это опять требует разработок, допустим, для того же нашего института фундаментальной медицины и биологии. То есть полный комплекс задач. И поэтому выглядит иногда, что мы слишком широко идем. Но надо сразу отметить, мы не отраслевой институт, и мы не собираемся именно готовить для какой-либо конкретной отрасли. Наша задача – фундаментальные исследования инженерных наук. То есть мы должны те фундаментальные исследования, ведущиеся в университете, доводить до конкретных применений. Поэтому инженерные подразделения есть в каждом нашем институте. В институте физики, в институте химии. Везде есть. Поэтому вот такая горизонтальная связь и объединяющая роль лежит на нас. Это, конечно, дает большие, ну, с нас большие требования. То есть нас же как-то удовлетворить. То есть можно бить себя в грудь, а на самом деле ничего не сделать. Плюс еще у нас есть набережно-челнинский филиал, который уже непосредственно, как, например, как тот же КАИ в том регионе, в Камском регионе, может именно вести работы с самим КАМАЗом. То есть уже может готовить специалист, который эксплуатирует то оборудование, в том числе и роботизированный. Мы поэтому и в Челнах поставили, значит, два станка. К нему роботизированный комплекс КУКа, то есть который позволяет и обслуживать эти станки еще отдельно, как фреза делать в большие формы. То есть поэтому говорю, что очень много, что можно говорить. Поэтому, я говорю же, то есть если надо дать нам начать, то мы не закончим. Так что давайте больше, ну, рулите, как говорится, процессом. Ну, мне что хотелось бы узнать, то есть у вас просто идет, ну, не просто уж, это, как это можно сказать, такая научно-исследовательская работа, да, по сути? Ну, образование тоже есть уж. Не, ну, без этого-то куда уж. Ну, в основном делайте упор на научную исследовательскую, чтобы и сами студенты этим занимались. Да. А в дальнейшем нет такой перспективы, чтобы не только научные, ну, исследования и тому подобное, а уже самим создавать каких-нибудь роботов на базе КФУ. Нет, вот как раз и есть дело в том, что вот сейчас мы уже приступаем, по крайней мере, ну, так как пользуюсь тем, что университет является образовательной структурой, соответственно, с нами больше работ в Министерстве образования этой республики, а вот для них готовить роботов эти комплексы, которые уже будут применяться в учебном процессе, мы тоже этим как раз и будем заниматься. То есть мы в большей степени сейчас на себя берем уже обслуживание, то есть если роботы сломаются и так далее, сделать. И плюс мы, конечно, вводим собственные усовершенствования. Вот я, одно из наших усовершенствований, ну, правда, не для маленьких роботов, а для больших, это, допустим, магнитные муфты, актуаторы, которые, скажем, сделать сустав. Если сделать у робота сустав, он же подходит и хочет поднять груз. Он же не знает, какой груз, сразу не может определить, и прикладывает все усилия, и может себе, допустим, вывернуть шестеренку сустава. А если это будет магнитный, то даже если он провернется, как говорится, он все равно не сломается, и можно уже в дальнейшем, он будет так же работоспособен. То есть эти вещи, конечно, без этого никуда. Вся задача стоит, поэтому вы же начали с инноваций. Наша задача не только исследования провести, а чтобы это на самом деле было. Я же говорю, чтобы этот робот встал вот отсюда, пошел, сел в автомобиль, за руль и доехал, куда ему надо. А как вы думаете, вот такие роботы, когда массовое пользование, они могут еще появиться? Ну, конечно. Дело в том, что, ну, скажем, это однозначно они появятся в массовом пользовании. Почему, например, может быть, например, я больше сторонник, скажем, чтобы были андроидные роботы, исходя из того, что они могли бы пользоваться той инфраструктурой, которая создана для человека. То есть он может сидеть на этом стуле, ему не нужен специальный там стул, например, да, не нужен, ну, или садиться на тот же автомобиль, на котором ездит человек сейчас. Хотя, конечно, наверное, будут специализированные тоже автомобили уже, которые ездят. Ну, вот то, что сейчас КАМАЗ разрабатывает, беспилотник КАМАЗ, например, да, такие КАМАЗ, наверное, тоже будут. Но почему же исключить, чтобы можно было в этот КАМАЗ съездить человеку? Тоже проблем нет, но хотя в дальнейшем, наверное, это не понадобится. И здесь вот тоже опять очень большой вопрос, опять вот если все возвращать, упирается в энергетику. Ну, скажем, вот этого робота, ему же надо какую-то энергию, соответственно, вот мы, когда говорим даже об использовании мусора и так далее, вот я хочу искать, чтобы эту часть тоже открыл, допустим, вот для того же робота нужно энергию. Как он может? Может он подпитаться от электричества, а может он может себе в рюкзак сложить мусор и пустые банки и так далее, или за счет биоразложения получить энергию и идти дальше? То есть это тоже вопрос такой. Вот как раз здесь и центр занимается этими вопросами тоже. Хорошо. Ну да, Нейль Федорович анонсировал нашу научную деятельность, в том числе, помимо образовательный центр, наш занимается научно-исследовательская деятельность, как я сказал. И наше направление — это именно рациональная энергия и ресурсопользование. Здесь вот предвосхищаем тот момент, что робот действительно, ну, любой объект, любой объект, который формирует какую-то деятельность, он нуждается в энергетике. И вопрос в том, что сейчас в условиях, в том числе развитой сети электроснабжения, газоснабжения, вопросы автономности, они выходят на передний план для подвижных объектов, в частности для роботов, роботизированных платформ, установок, то есть тех предметов, которые должны быть мобильными. И в действительности традиционные источники энергии, они не всегда доступны. Это, если мы возьмем электричество, запас батареи, он иссякает. Если робот уходит или устройство какое-то уходит на длительную автономную работу, он нуждается в подпитке. Причем схема, она здесь рассматривается разная и в мире, и вообще. То есть это и прямая переработка, это запас углеводородов, в том числе и возобновляемая. Альтернативная энергетика, чему необходимо уделять особое внимание, как в стационарной энергетике, так и в мобильной. И в частности, вот ключевым направлением нашего центра является это направление именно ресурсопользования, альтернативной энергетики и переработки отходов, энергетики из отходов. Потому что в частности, рядом с каждым населенным пунктом присутствует пункт складирования отходов, ну, свалка по-другому. Естественно, она сама по себе, вот если с ней не проводить никаких мероприятий, представляет из себя, мягко говоря, не самую комфортную зону. В добавок к всему, она еще и выводит из полезного обращения колоссальные площади. В то же время энергетика и ресурсы этой точки складирования губриотходов, они колоссальны. Здесь и биогаз, то есть газ, который выделяется из тела полигона в процессе разложения определенных его элементов. Он подлежит утилизации. Он нуждается в утилизации как парниковый газ, как сильнейший парниковый газ, но в то же время он несет в себе колоссальную энергию. И перерабатывая в энергетическом плане его, мы высвобождаем дополнительные мощности для другой положительной деятельности. Вторичное использование ресурсов. То есть мы видим, что и в развитых странах, и у нас в стране большое внимание начинает уделяться, возобновляя повторному, вторичному использованию ресурсов. Это бумага, металл, пластик. И в действительности это правильный подход, и здесь нужны новые решения, новые подходы. В то же время наработав технологию получения электрической энергии, тепловой энергии из стационарного источника, мы в то же время не забываем о том, что аналогичные подходы можно использовать и в подвижных объектах, автономных объектах. То есть, производя определенную селекцию, используя искусственный интеллект, роботизированная платформа, роботизированная площадка, в состоянии сама селективно выбирать для себя возможные источники энергии, у себя на борту преобразовывать их и тем самым обеспечивать свою дальнейшую жизнедеятельность, обеспечивать свое увеличение срока автономной работы. Что особенно важно, допустим, при разведке, при патрулировании границ. То есть, здесь на самом деле перспективы колоссальные. В условиях того, что платформа будет автономна максимально длительное время, причем ее автономность напрямую связана с массой. То есть, запасы топлива мы не можем брать большие. Мы должны обеспечить, должны научить роботизированную платформу в условиях незнакомой местности ориентироваться, определять и перерабатывать подручные средства, получать энергию, тем самым продлевать срок своей автономной работы. Ну, мне вот очень понравилось насчет перерабатывания. Как раз подумал, если действительно будут перерабатывать то, что сейчас на свалках творится, мол, и можем сразу освободить такие достаточно большие территории. Потому что по статистическим данным, свалки-то уже больше городов стали, к сожалению. Хотелось бы перейти к такой интересной штуке, как интегративная биомедицина. Это новый этап развития КФУ 2016-2020 года, насколько я знаю. Надеюсь, я не ошибаюсь. И в чем смысл этого нового этапа? Ну, вот то, что мы... Ну, конечно, этап-то, в общем-то, вопрос больше у нас к Институту фундаментальной медицины и биологии, к их руководителям. Ну, вы как с вами связаны? Просто мы участвуем, да, в процессе. Ну, однозначно связь такая. То, что, допустим, роботизированные комплексы, вот в первую очередь, это у нас для того, чтобы, я же, как уже говорил, с помощью роботизирования инструмента могли, чтобы делать определенные операции, манипуляции. То есть, лечить, допустим, ну, чисто операции на человеке там и так далее. Диагностические вещи тоже могли делать самостоятельно. Но мы еще идем дальше, потому что все-таки, опять-таки, верю, что университет и инженерный суд занимаются аддитивными технологиями. То есть, это когда мы уже с помощью 3D-принтеров создаем конкретные индивидуальные изделия под конкретного человека. То есть, мы уже вот в этом плане тоже представляем интерес, потому что уже лечит, ну, у нас есть такие примеры, когда мы, допустим, снимают томограмму головы, по ней мы делаем, скажем, симулятор, на котором уже для конкретного человека проводится конкретная операция. И, соответственно, ну, как говорится, ну, провели операцию, уже она намного облегчается, становится, ну, скажем, в этом случае снижается смертность от этих операций и так далее. То есть, эти вещи тоже есть. Я говорю же, вот если теперь по этой части идти, вот, то тоже очень большой, большой целый пласт, над которым тоже работает университет и инженерный институт именно применительно к конкретным задачам, которые стоят уже в конкретной медицине. Вот опять-таки же говорю, что, например, это почему мы, допустим, к этим вещам пришли, то мы можем, скажем, заменить какую, ну, например, есть даже такие операции, вот сейчас работы мы ведем, когда, при том, когда, допустим, сломан шейный позвонок, есть, существуют механизмы, которые позволяют сдвигать шею, там, допустим, в двух направлениях, сделать какое-то определенное лечение, но уже сделав индивидуально, отсканировав человека, можно индивидуально сделать уже на 3D-принтере, допустим, определенные его элементы. Ну, дальше идет, там, уже восстановление органов и так далее. То есть, эта работа тоже, скажем, ну, большая, но я не очень хотел бы в этой передаче, потому что, получается, очень скомканно, больше хотел бы сейчас остановиться именно на роботах, то есть, именно на робототехнике. А остальные давайте мы, может быть, потому что на пальцах объяснять сложно, а если заснять, показать, вот, допустим, видеоряд того, что сделано, то это уже гораздо, ну, проще. Потому что, ну, как объяснить на пальцах, там, что вот мы бы показали, как сняли томограмму, показали бы, значит, разрезы эти все, после этого на компьютере все это делается, то есть, в этом плане, вот, медицина, конечно, в большей степени это часть. Ну, а роботы, мы рассматриваем их применение именно после, кроме того, что операции, уход за теми же больными, после, ну, допустим, тут есть вопросы, связанные с экзоскелетами, которые позволяют усилить мощность человека, тогда, допустим, человек, может один человек, допустим, переложить больного там с носилок на кровать, то есть, из-за того, что уже у него появляется экзоскелет, позволяющий мы это делать. То есть, и такие работы мы ведем. Ну, это и для разгрузочных, погрузочных работ тоже можно применять. Ну, и, соответственно, у нас тут тоже вот есть идея, письмо мы уже подготовили и разговаривали с обществом, географическим обществом, допустим, с применением экзоскелетов и роботов сделать, там, восхождение, там, мель-груз, например. То есть, уже... Тут роботы, да? Да, роботы с людьми, но ведь, чтобы, допустим, человеку быть легче же, не надо будет тащить столько груза там и так далее, то есть, уже, ну, и плюс ко всему возможностей у них больше, у тех же роботов, например. То есть, эти вещи тоже как раз, опять-таки, вроде бы говорить, причем тут инженерный институт, но с другой стороны, вот как раз здесь и заключается инженерия, у нас же научить этого робота ходить по камням, по определенной, скажем, ну, там, восхождении, там, и так далее, температурный режим. Все это надо посмотреть, компьютерное зрение должно быть, то есть, без испытаний не бывает. И вот как раз инноватика наше, в моем понимании, чтобы вот именно довести до того, чтобы это было возможно. А не только там, допустим, он, ну, чисто программу написал, он может с угла в угол пройти, а дальше? То есть, он должен в реалии... Какой от него смысл? Да, он в реалии должен участвовать, да, 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 да. Ходит хорошо, молодец, там, вот даже того же, мы смотрели робота японского, который, да, его демонстрируют там в центре творчества, он показывает свои возможности, это очень хорошо, но все равно же остальные, да, для детей, для воспитания, эта часть используется, но наверняка прототипы и более лучшие роботы используются уже в других местах, это же все идет, то есть, поэтому... Конечно, вот сегодня я больше именно хотел бы на робототехнике и связаны, что вот такое, получается, разная часть, да, робототехника и плюс энергетика, и как это завязано, и что, чтобы было видно, что целостность вопроса, целостность решаемой задачи, и еще была бы видна фундаментальность решаемой задачи. С одной стороны, вроде, свалки не нужны хорошо, но когда ты начнешь смотреть выделяемый газ и его состав, то есть, придумывать элементы, которые позволяют этот газ превратить тоже электричество, если идти традиционными путями, то окажется неэффективно. Зачем, когда у нас есть газ в трубе, да, сейчас мы будем этим заниматься, то есть, получается, эффективности нет, а наша задача повысить эффективность, поэтому, значит, нужно придумать новые какие-то топливные элементы или еще что-то для того, чтобы было эффективно это использование. То есть, вот отсюда, кажется, опять, что вроде бы инженерный институт хочет заняться всем, а на самом деле это все очень целенаправленно и заточено. То есть, допустим, даже те же, когда мы говорим про свалки, про электричество и так далее, это однозначно экология, медицина задействована, чтобы люди не болели. То есть, это же вопрос, он тоже стоит. Поэтому, и когда говорим, люди не болели, но если уж он болеет, то, конечно, робот, который делает операции, нужен, или робот, который ухаживает после этого за больными. То есть, вот эта целостность я хотел, по крайней мере, вот на этом примере сказать. Но тут, в принципе, у нас все-таки, как говорится, время-то ограничено, наверное. У меня вопрос, мы хотели бы добавить, вот именно хочу, чтобы Искандар добавил, что делается именно в административном плане. Вот мы учебный план сказали, сказали по науке, да, но мы еще должны, согласно тех постановлений, которые существуют, и которые, допустим, уже правительство спустило для нас, и должны мы это реализовывать, Вот эту работу тоже, опять-таки, мы выполняем. Ну, вот как раз Центр очень много в этом плане делает. Вот Искандар тоже, допустим, сказал бы ты, было бы хорошо. Спасибо. То есть, в действительности на Центр возложена задача консолидации деятельности по энергоэффективности в университете. Университет обладает поистине уникальным имущественным комплексом, уникальным энергокомплексом, и вот грамотное распределение ресурсов при повышении его энергоэффективности, при обеспечении надежной, бесперебойной и безопасной его работе, функционированию, это одна из задач, которая в частности выполняется нами совместно с службами проектора по хозяйственной деятельности. Потому что не секрет, что любой объект, любой энергокомплекс, любая энергетическая установка, она нуждается и в своевременном уходе, и в анализе эффективности функционирования, и поиска решений, которые позволят повысить эффект от эксплуатации. Это значит обеспечить качественной тепловой энергией, надежным электроснабжением, качественным освещением, требуемого уровня яркости. И здесь связывается и учебный процесс, и научная деятельность, и хозяйственные службы. В частности, наш центр занимается консолидацией этой деятельности, формированием планов по развитию, контролем качества выполненных работ. То есть совместно со службами главного инженера мы анализируем качество выполненных работ, принимаем при принятии решения о модернизации того или иного объекта имущественного фонда, мы выходим туда с инструментальным контролем. То есть здесь задача именно инженерии в плане оценки состояния, методами неразрушающего контроля, инструментальными методами контроля. Потому что зачастую здание, строение, сооружение может внешне никак не проявлять необходимость в капитальном ремонте или модернизации. Внешне все хорошо, проведем капитальный ремонт или еще что-то. Но когда заглядываешь внутрь, когда анализируешь, выясняется, что в здании, в объекте, как в живом организме, все взаимосвязано. Если уделять внимание только одному из элементов энергокомплекса, допустим, тепловой энергии, если мы зажмем полностью употребление тепловой энергии, начнем экономить, показывать хорошие результаты, неизменно вырастет электропотребление. Потому что человеку нужна некомфортная среда. И вот наш лозунг такой, что энергоэффективность — это обеспечение комфортных условий работы, существования, жизни в условиях снижения суммарного потребления энергоносителей. Обязательно снижаем энергоносители, но при этом обеспечиваем требуемые комфортные условия жизни и работы наших коллег. Вот здесь я добавлю, потому что хочу сказать, что эти вещи понимаем не только мы, это же существует 261 федеральный закон, другие целые комплексы документов, которые это и требуют. То есть поэтому осуществление это тоже, допустим, мы от этого не отказываемся, как инженеры, как инженеры, беремся на себя и эту часть тоже. Потому что понятно, что, скажем, службы главного инженера, они направлены на то, чтобы эксплуатировать. Ну, прорвалась труба, надо ее вовремя сделать, отрубили свет, надо вовремя включить. Но ведь нужно же проводить, опять-таки, есть очень много достижений фундаментальных тех же программистов и так далее, да, которые уже есть, сделаны, а их же надо для них тоже довести. Вот как раз мы на себя взяли и эту часть тоже, потому что это просто совпадает однозначно с задачами инженерии. Вот и все. Поэтому мы говорим, почему вот энергосбережение эффективности относится к инженерии, именно исходя из того, что мы, кроме того, что чистую эксплуатацию, которую делают, скажем, главный инженер, группа под руководством проректора по ХЧ Леонару Стангалеевичу, да, кроме этого мы вот как раз к ним подтягиваем те знания, которые есть у наших, допустим, ученых, у тех же физиков, у них есть же разработки, которые позволяют. Вот это соединение, опять-таки, задачи инженерного института. Но, конечно, это не означает, только инженерный институт это занимается. Само собой, в институте физики, радиофизики, которые есть, они напрямую тоже работают. Мы просто уже как администраторы организуем эту часть, потому что и показываем, и ведем этот учет, и докладываем. К тому же Министерству образования и науки Российской Федерации, как мы это, значит, решаем те задачи, которые нам поставлены перед самой администрацией. То есть вот комплекс такой. Хорошо. Ну и последний, можно сказать, вопрос насчет сотрудничества. Интересно, с кем сотрудничаете, с кем работаете вот в таких сферах более плотно? Ну, допустим, скажем так, если смотреть в части разработки роботов и так далее, конечно, мы в первую очередь работаем, вот как я уже говорил, с андроидной робототехникой называется, это Магнитогорск. Они достигли больших успехов в самом изготовлении, но мы им нужны именно в разработке и доработке их роботов. Затем есть такие системы, как уже ЦНИТ, ТОЧМАШ и так далее, которые уже чисто профилированы, то есть которые должны уже задачи... Допустим, отраслевые, отраслевые не вузы, а отраслевые институты, которые доводят... Раньше было как? Была у нас Академия наук, да, академические институты, вузы, академические институты. Были отраслевые, которые доводили там, допустим, конкретный станок, чтобы можно было изготовить. Вот с ними работаем, вот такие, как ЦНИТ, ТОЧМАШ и так далее, да. Затем, это чисто вот в создании роботов. Потом, я уже говорил, это завод Казанский электротехнический завод, который мы с ним работаем именно в разработке роботизированного медицинского инструмента. Ну, ясно, что по самому инструменту мы работаем, у нас есть такие предприятия, как Миртехника и так далее. А вот по энергетике мы практически со всеми работаем, да, и с полигоном. Да, то есть у наших, мы наладили сотрудничество с СРО, профильными СРО, по СРО в области Энергоаудит, это одно из крупнейших СРО Республики Улакамского региона. Это проектное СРО для того, чтобы замкнуть круг задач, то есть не только выявить проблемный участок, но и дать конкретное предложение, каким образом его можно ликвидировать, как улучшить состояние. Вместе с этим мы работаем и с представителями реального сектора экономики, это, в частности, Павловская экологическая, САО КЭК, Казанская экологическая компания, непосредственно экспериментальная наша работа на полигоне Казанском. Таким образом, в себе объединяем и исследовательскую часть, и реальный сектор экономики, и, соответственно, проектные работы изыскательские. Ну что, большое спасибо за то, что вы сегодня мне рассказали. Для меня это очень было интересно. Жалко то, что не все смогли обсудить. Я надеюсь, что мы еще раз увидимся ближе, можно сказать, к приемной компании, чтобы заинтересовать еще людей. Мне больше интересно посмотреть будет в следующий раз, когда придете на роботов. Может, у вас получится привезти к нам в студию таких человечков, которые помажут нам рукой. Что ж, друзья, большое спасибо за внимание. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии были проректор по инженерной деятельности Казанского федерального университета, директор инженерного института Налифа Игоревич Кашапов и директор комплексного центра обучения в сфере энергоэффективности Казанского федерального университета Искандеров Ильич Гельманшин. Вам большое спасибо за то, что уделили нам время, за то, что так подробно все рассказали. Все-таки удалось что-то уместить в хронометраж нашей программы, но надолго не прощаемся. Я уверен, что еще увидимся. Ну а с вами, друзья, мы прощаемся ровно на одну неделю, в следующий четверг. Смотрите, как обычно, программу «Разговор по чесноку» в прямом эфире. Меня зовут Роман Полинсков. Увидимся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова